Техногенные катастрофы уже давно стали закономерностью бурного развития Китая в последние десятилетия. Вынужденная поддерживать высокие темпы роста экономики страна стала по сути их заложником. 173 погибших, тысячи уничтоженных автомобилей, ущерб на миллиарды долларов и новый облик грузового порта, напоминающий пейзаж после бомбардировки. Последствия серии взрывов, прогревших 12 августа 2015 года в китайском Тяньцзине. С вами в Техно-2 и сегодня мы воспроизведем события тех лет и ответим на вопрос о том, как это было на самом деле. Город Тяньцзине относится к северному Китаю, располагается вдоль Бахайского залива на северной конечности Великого Китайского канала. С Пекином, который расположен в 96 километрах к северо-западу, Тяньцзин соединен высокоскоростной железной дорогой. Из-за близкого географического расположения порт города часто называют морскими воротами столицы. Через него ввозилось до 40% всех импортируемых в страну иномарок, а в портовой промышленной зоне располагались сборочные предприятия, в частности главный китайский завод Тойота. Позже, подсчитывая шокирующие убытки, Рено отчитались о полутора тысяч потерянных машин. Volkswagen был вынужден списать 2700, а Jaguar Land Rover – сразу 5800 автомобилей. Завод Тойота, 50 работников которого получили ранения разной степени тяжести, закрылся на месяц. Многие автодилеры Северного Китая сообщили клиентам о перебоях с поставкой заказанных и уже оплаченных машин. Что же случилось поздним вечером 12 августа 2015 года на одном из складов в новом Тяньцзинском районе Бинхай? И почему в Китае крупные техногенные катастрофы такого рода, к сожалению, пока неизбежны? Выражаясь сухим языком привычных для нас сводок МЧС, сигнал о пожаре в районе грузового порта Тяньцзиня, одного из крупнейших мегаполисов Китая, поступил на пульт дежурного 12 августа около 22 часов и 50 минут. По предварительным данным, горела контейнерная площадка, принадлежавшая местной компании Ruhai Logistics. Ее специализации на хранении опасных химических веществ оказалось достаточно, чтобы привлечь к происшествию самое пристальное внимание соответствующих служб, а масштабы возгорания не могли не заинтересовать многочисленных обитателей соседних многоэтажек. Впрочем, к тому, что произошло спустя 40 минут после первых тревожных сообщений, ни первые, ни вторые оказались не готовы. В 23 часа и 30 минут на горевших складах произошел первый взрыв, впоследствии оцененный мощностью в 3 тонны в тротиловом эквиваленте. Спустя еще 30 секунд за ним последовал второй, еще более мощный, около 21 тонны в том же эквиваленте. Сейсмографы в то же время зафиксировали два толчка магнитудой 2,3 и 2,9 балла по шкале Рихтера, а спутники засняли вспышку от взрывов с околоземной орбиты. Тушение по объективным причинам усилившегося пожара продолжалось еще несколько следующих дней, периодически прерываясь из-за продолжающихся хотя и куда более слабых взрывов. Картина, которая открылась, когда возгорание было наконец ликвидировано, а дым от него рассеялся, была близка к апокалиптической. На месте контейнерного склада в эпицентре катастрофы образовалась огромная, кажущаяся бездонной воронка. От близлежащих построек не осталось вообще ничего, от зданий, расположенных чуть дальше, лишь стены. Стеклы в домах были выбиты в радиусе нескольких километров. Впечатляющие разрушения постигли грузовой порт города. Многотонные металлические контейнеры были перекручены и смяты, как картонные коробки, а на стоянках сгорели тысячи новеньких автомобилей. Ужаснее всего были человеческие жертвы. По официальным данным погибло 173 человека, было ранено 798. Практически половину погибших составили пожарные, приехавшие на самый первый поступивший вызов, и не подразревавшие, какие масштабы примет пусть и крупное, но внешне заурядное возгорание. Как оказалось, огрозившей им опасности ничего не сдали не только пожарные, но и их непосредственное руководство, и даже начальство порта. Начавшееся расследование вскрыло поразительно и по своему размаху даже для Китая факты халатности и коррупции. Невероятным был не сам взрыв склада Ruhai Logistics. Невероятным казалось то, что он не произошел раньше. С целью хранения и транспортировки особо опасных грузов, созданной в 2012 году компанией Ruhai Logistics, в порту Тяньцзиня в новом районе Бенхай был арендован комплекс скрытых складов и открытых площадок общей площадью 46 тысяч квадратных метров. Услуги компании пользовались популярностью, ведь она помимо традиционного сервиса предлагала ее специфический китайский вариант с кулуарным решением самых сложных вопросов с местными чиновниками и администрацией порта. Достаточно сказать, что совладельцем компании были заместитель управляющего Тяньцзинским филиалом крупнейшего китайского химического конгломерата и сын главы службы безопасности порта. По официальной версии следствия КНР, причиной пожара, ставшего началом катастрофы, явилось возгорание контейнера с нитроцеллюлозой от перегрева на солнце. Это уже был второй взрыв мощностью в 22 тонны тротила. Человеческая небрежность не только обошлась почти 180 потерянных жизней, но и принесла колоссальные убытки. Общий ущерб от взрывов в Тяньцзине превысил 11 миллиардов долларов, в том числе полтора миллиарда из которых составили страховые выплаты. Новый китайский рекорд. Многие подобные аварии и катастрофы так и остаются незамеченными в мире, потому что случаются в глухой провинции, мало интересующие иностранных журналистов. Происшествие же в Тяньцзине вызвало ажиотаж в мировой прессе не только из-за масштабной картин разрушений, но из-за того, что трагедия случилась в крупном мегаполисе, в морских воротах Пекина, расположенных всего в получасе езды на скоростном поезде от китайской столицы. В район Бинхай, где расположен городской порт и находились злополучные склады Ruhai Logistics, позиционируется правительством страны как ее образцовая витрина. Здесь уже давно создана свободная экономическая зона. Сюда активно привлекаются крупные зарубежные инвесторы. И вот к ужасу последних из стыду чиновников оказалось, что по соседству с достаточно высокотехнологичными заводами Toyota, Airbus и John Deere может существовать какой-то полуподпольный склад опаснейших химикатов, который ко всему прочему может еще и взорваться. И здесь уместнее всего указать вторую вероятную причину произошедшего, которая и сделала такое соседство возможным. Это коррупция. Несмотря на все усилия, предпринимаемые Центральным Комитетом партии и правительством, показательные процессы и даже расстрелы достаточно крупных чиновников, значительно приблизиться к искоренению коррупции пока не удается. А это значит, что страна по-прежнему продолжит появляться в сводках мировых информационных агентств не только в связи с приятными поводами, заслуженно свидетельствующими о ее стремительном прогрессе. Издержки этого процесса велики, и цена их – тысячи человеческих жизней. Такова обратная сторона китайского экономического чуда. А с вами был ВТЕХНО2, всего вам доброго, берегите себя. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале. Субтитры создавал DimaTorzok